Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса подтверждения резидентства иностранной организации в целях применения соглашений об избежании двойного налогоблажения. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал ситуацию, когда иностранный налогоплательщик предоставляет подтверждение резидентства в электронной форме. В письме речь шла об резиденте Республики Франции, Французской Республики. Так вот, Минфин, рассмотрев данную ситуацию, указывает на то, что в целом каких-либо требований к форме документа, подтверждающего резидентство, нет. В этой связи соответствующий документ может выдаваться и в электронной форме. Вместе с тем, Минфин отметил, что в любом случае в соответствующем документе должна быть определенная информация, которая бы действительно позволяла удостовериться в том, что лицо является резидентом соответствующего государства. И в данном случае Минфин в своем письме сослался на письмо ФНС России от 2015 года. Здесь я его не привожу, но кого вообще заинтересует этот вопрос, то, соответственно, на основании реквизитов письма Минфина вы и письмо ФНС России найдете. Ну и кроме того, Минфин на самом деле рекомендует образец соответствующего сертификата резидентства на всякий случай все-таки направить в ФНС России для того, чтобы ФНС Россия оценила, может ли такой документ приниматься в целях подтверждения резидентства иностранного лица, либо нет. Таким образом, российским организациям, которые могут выступать в роли налоговых агентов и в случае необходимости применения соглашения об избежании двойного налоголожения, следует учитывать данное разъяснение в том случае, если их контрагент будет предоставлять подтверждение резидентства в электронном виде. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.